Готовность жилого фонда и объектов социальной сферы к началу отопительного сезона обсудили на очередном заседании оперативного штаба по теплу. В числе затронутых на совещании проблем также вывоз твёрдых бытовых отходов. О чём ещё шла речь на заседании, вы узнаете из первого сюжета программы. Совсем немного времени остаётся до того момента, как в квартирах фокинцев появится тепло и горячая вода. По информации представителей ресурсоснабжающей организации, в первую очередь к теплу подключат медицинские учреждения, садики, школы и другие объекты социальной сферы. Затем начнётся подача отопления в жилые дома. Руководители города и заместители контролируют подготовку к отопительному сезону. Проводят совместные объезды объектов, теплоэнергоснабжение. Проверяют на готовность к зиме и многоквартирные дома. Особое внимание на заседании штаба было уделено вопросу утепления и остекления подъездов. При этом на совещании назывались конкретные адреса домов, где необходимо оперативное вмешательство коммунальщиков. Чудильников пока касаться мы не будем. Далее проблемы на том, Тихонова-7, 4-й подъезд. Тихонова-4, Комсомольский-8. Поясников-2А, 2-й, 4-й подъезд. Там пассажир какой-то на том, Поясников-2. Поясников-10, Белошева-7, станет фиксировать, отсутка сцикления. Ну, а чудильники, что у нас тут? Строительные 5, 3, 50, 18. Там вообще ничего нет. Это сциклсировать? И не будет. И не будет. И не будет. Там ни дверных, ни оконных блоков нет. Слепо. А кто они делись? Никогда не было? Их не было, конечно. Клёнка за чайный в ноябре. Помимо этого, необходимо закрыть подвальные помещения и выходы на кровли в многоквартирных домах для предотвращения доступа посторонних лиц. Одна из тем, затронутая на еженедельной планёрке, касалась и вывоза твёрдых бытовых отходов. Стоит отметить, что после того, как компания ООО «Новое время» приняла решение об изменении тарифов, некоторые товарищества собственников жилья, несогласные с повышением цен, отказались от её услуг. По факту могу сказать, что управляющие компанией ТСЖ в большинстве заключили договора по вывозу мусора, по расценкам новым. Единственное, выпали из списка мусоропроводы. Белошева 14, 16, Тихонову 1, 1А, Плостникова 24, что-то энергия. Ну, как бы там ещё думают, пока сами возят, да, и думают, работают с нами или нет. И получается, на ноябрь месяц, 1 ноября, будет остановка вывоза компании «Софит». По всем остальным вопрос закрыт. Представители администрации накануне провели рейд. Комиссия посетила придомовые территории. Дворы проверялись на предмет благоустройства. В ходе осмотра были выявлены несанкционированные свалки строительного мусора. В связи с этим подрядчикам, которые ремонтируют кровли на улице Карла Маркса, 35 и на Усатого, 23, порекомендовали убрать весь хлам с территории, и чем быстрее, тем лучше. Также на совещании заслушали и представителя энергоснабжающей организации. 25 сентября энергетическая убавляющая компания закончила свое существование, которое, получается, было электроснабжающей организацией. И 26 сентября мы вступили в ДРСК, в восточную распределение сетевой компании. Это довольно крупная компания, чтобы было понятно, то есть они обслуживают весь Приморский край, Хабаровский край, в Юрейскую, по-моему, и в юг Якутии. Один РС, Шкотовский РС. Один сделали Шкотовский РС. Фокина, Дунай, грубо говоря, понизили до мастерского участка. То есть я в данном случае занимаю должность старшего мастера, Фокинского мастерского участка. То есть, в принципе, коллектив практически весь сохранился. За исключением у нас был мастерский участок в Дунае, его сократили. То есть сейчас все замыкается на Фокина. И был у нас здесь диспетчер Фокина тоже. Сейчас, получается, единая диспетчерская служба, единые диспетчера круглосуточно сидят в большом камне. Заместитель главы администрации городского округа Сергей Курочкин на заседании сообщил о необходимости проведения тренировок с ресурсоснабжающими управляющими организациями ИТСЖ. С целью проверки действий аварийных бригад и персонала при чрезвычайных ситуациях.